Всем привет! Добро пожаловать в новый влог! Сегодня у нас по плану, скорее всего, шоппинг-влог. Я это планировала, но, как назло, была бессонная ночь. Не вдаваясь в подробности, я сегодня собираю себя буквально по кусочкам. Очень надеюсь на то, что я найду в себе силы и доеду в торговые центры. Вчера у меня, получается, была механическая чистка кожи. И для того, чтобы ускорить процесс заживления, чтобы новые воспаления не появлялись, я утром и вечером буду использовать гель от бренда La Roche-Posay. Это Foclare гель для умывания. Он вообще предназначен для проблемной жирной кожи, но в таких ситуациях он меня очень здорово выручает. Также то, что я успела нанести, это эссенция от бренда By Wishtrend. Я недавно ее купила. Она идет с прополисом, очень хорошо восстанавливает, тоже заживляет. Супер вещь на холодное время года. Давайте так, я сначала сниму покупки ухода, вот то, что я выбрала, а дальше будет уже какой-то структурированный ролик, когда я уже хорошенько со всем ознакомлюсь. Это обязательно будет в ближайшем будущем. Сейчас я буду делать домашнюю процедуру для лица, потому что мне нужно срочно разбудить его, как-то, не знаю, освежить. Я показывала вам в инстаграме, это Bear от Foreo микротоки для домашнего использования. Я огромная поклонница микротоков, и если пересчитать стоимость этого гаджета, то получится стоимость курса процедур у косметолога. Но их нужно постоянно повторять, и для того, чтобы поддерживать этот результат в домашних условиях и только улучшать его, я использую Bear от Foreo. Вы знаете, это, во-первых, такое качество, которое проверено временем, это шведский бренд, и это очень достойная инвестиция именно в домашний уход. Я покажу вам, как я все это выполняю. Для меня это абсолютная находка, это то, с чего начинается мое каждое утро. Я каждый день выполняю эту мини-процедуру, и за 2 минуты даже первого использования можно заметить результат. Какое это чудо борется с отеками на ура! То есть лицо как будто расцветает после него. Помимо этого, я обожаю его за расслабление, которое он дает. А при длительном регулярном использовании есть еще масса бонусов. Как это работает? Получается, что за счет пульсаций и электрических импульсов Bear от Foreo наши мелкие мышцы лица поочередно напрягаются и расслабляются. И мы добиваемся тонуса. А при длительном регулярном использовании каждый день на протяжении нескольких недель овал становится четче, появляется такой общий лифтинг лица. И также мелкие морщинки становятся менее заметными, потому что убираются зажимы в некоторых мышцах нашего лица, не выходя из дому. И также это не занимает много времени, которого лично у меня по утрам и так недостаточно. Для того, чтобы начать процедуру, нам необходимо нанести гель-проводник. У меня вот такая сыворотка от Foreo, я распределю ее по лицу и шее и приступим. Несколько нажатий. Это очень удобно и совершенно безболезненно. Я уже очень довольна результатом. Здорово, что у нас сейчас есть такие современные умные гаджеты, которые помогают поддерживать нашу красоту даже в домашних условиях. И я обязательно оставлю вам ссылку внизу. Можете пройти, ознакомиться, почитать чуточку больше. Я же сейчас нанесу крем под глаза. У меня вот такой синенький Andalou Naturals. Очень хорошо увлажняет кожу. Еще через пару минут нанесу крем и SPF, потому что за окном сегодня солнечно. Я готова, я уже окончательно привела себя в порядок, переделала все домашние дела. И теперь мы с вами отправляемся в торговый центр. Между прочим, я сегодня буду еще и тестировать тональный крем от бренда Maybelline. Я покупала его весной, но очень сильно прогадала с оттенком. Он был мне очень темным. Это номер 120, но лучше на него не равняйтесь, потому что сейчас после лета, после отдыха, я гораздо темнее, чем обычно. Я посмотрю, как он продержится в течение дня, как он себя поведет после всех этих примерок. Если он того заслужит, то покажу его в бюджетных находках. Ну, а теперь поехали. Вначале мы пойдем с вами в Reserved. У них очень красивая коллекция онлайн. Хороший знак, потому что на первый взгляд хочется померять много всего. Взяла платье, которое мелькает во всех рекламах осенней коллекции Reserved. У меня размер XS, цена у него немаленькая, поэтому интересно, как там с качеством, как оно будет сидеть по фигуре. Вообще, мне нравится гусиная лапка, но в таком варианте у меня еще ничего нет. Так, платье лапша. Я видела несколько, все они из нетонкого материала. Вот это есть в нескольких расцветках. У меня размер S, потому что не было других, вообще одно осталось. И, и, и цена у нас в гривнах и в рублях, соответственно, видите. Помимо этого нашла еще одно платье лапшу, правда, с коротким рукавом. Не устояла, потому что очень красивый такой, как бы, выстиранный баклажан. И в сочетании с вот этой потертой джинсовой жилеткой я не могу, мне хочется увидеть это на себе. И также есть еще несколько моделей курточек стеганых. Мне захотелось составить очень женственный, при этом такой комфортный, удобный образ для прогулок и даже, возможно, на работу. Эти куртки есть тоже в нескольких расцветках. Увидела, что стояли балетки из мягкой кожи, их премиальная коллекция. У меня что-то было из их премиум коллекции и неплохо носилось. Сейчас вылетело из головы, что именно. И вот эти мягкие туфельки есть в светлом цвете, вот прям как платье лапша первое, бежевое. И вот такие. Но я подумала, что с курточкой может выглядеть необычно, но утеплиться потом расскажу как. Я должна вам признаться, что в XS в это платье я не влезла. Это было страшно, причем не только в области бедер. Я предполагала, что так может быть, но и руки обтянула. Эта ткань не тянется, поэтому я, знаете, стала такая не вдохнуть, не выдохнуть. Поэтому попросила принести мне S. Его достали откуда-то там из склада, поэтому она немножечко помятая. Но все равно интересный вариант платья в составе с 10% шерсти. Поэтому оно чуть-чуть колется, но я на голое тело, помимо белья, на мне ничего нет. Если вас смущает наличие шерсти, то тоже учитывайте этот момент. Я так подумала, что его же можно расстегнуть. Оно полностью расстегивается и носить в качестве такого длинного интересного кардигана. Меня даже не смущают вот эти пуговки, они металлические, это не что-то покрашенное. Если надеть вот такие сережки, как у меня сейчас, то все как-то так очень хорошо и стильно. Я так давно на него смотрю, с того момента, как оно появилось на сайте. Взяла свою сумку, обула свою обувь, разглажу дома. Это платье тоже забираю. Я еще раньше заходила в Резерв и не устояла перед несколькими вещами. Потом будет видео с покупками. Попримерю, все, вместе с вами. Но у них очень удачная коллекция, это правда. Можно еще дома покрутиться в нем, три раза подумать, а то и 10, и окончательно решить. Так и сделаю. Еще ткань вам поближе покажу. Она не тонкая, очень достойная находка. Очень стильный образ у меня получился с платьем лапша. Я вообще-то хотела по-другому его стилизовать, но сначала померила так, как я бы реально ходила. Если вы искали такого плана жилетку, однозначно могу советовать плотный джинс, но не дубовый. Имейте в виду, что XS довольно объемная и не короткая. То есть не нужно брать на несколько размеров больше. Я оставила свои сережки, свою цепь. Я оставила обувь, которая пришла. Это дерби из прошлого года, из Зары. Кто-то их любит, кто-то ненавидит, но они очень удобные. Я даже купила бы себе такие же светлые из Зары, которые сейчас есть в их коллекции. Вот такой немножко хулиганский образ. Мне нравится и женственность, и все сразу. И я за. Я вот не совсем понимала, когда носить эти куртки. Наверное, уже сейчас, потому что они тоже как на рыбьем меху, когда прям совсем еще тепло. Ну, а потом, когда станет попрохладнее, то можно даже под пальто надевать. И если найти такой тоненький пуховик, то будет, конечно, супер. Платьица мне нравится. Сейчас сниму куртку, покажу. Если вы не хотите ждать платья из Алиэкспресс, то можно зайти в Резерт или заказать онлайн. Я думаю, что из Резерт быстрее приедет посылка, чем из Китая. Длина у него вот такая. Это S, напоминаю. У меня невысокий рост. Поэтому если высокая девушка, то, возможно, она будет вам коротковато. Эти туфельки мне не очень нравятся. Я сейчас покажу еще один вариант. У меня просто такая стопа, когда все будет просвечиваться, плюс они спадают. 38-й мне великоватый. Но сочетание цветов, конечно, очень гармоничное, такое приятное для глаза. И все будут в темном, а мы в чем-то светленьком. То есть, если хочется, например, выбрать куртку бежевого цвета, то они тоже есть. Или же можно взять карамельное платье поверх светлую курточку. Или же светлое платье, карамельный тренч, как хотите. Или уже когда станет совсем холодно, то светлые сапоги, например, или ботинки. И пальто. Любого базового цвета. Все эти платья лапша, это одна большая любовь. Купила бы во всех расцветках. И удобно как раз это надевать, потому что здесь расстегивается. Да, и можно еще, например, поверх надеть худи. Если хочется, чтобы это выглядело как юбка миди. Здесь уже длина, видите, такая. Еще длиннее, чем предыдущая. И, девчонки, такие же платья можно надевать, например, с жакетами. То есть, видите, уже набросала-набросала столько всего. Я понимаю, что вот эти жилетки не всем могут понравиться. Но платье... Сейчас тоже сниму. Гляньте. Ботиночки я бы взяла себе такие в коже. Хотя эти смотрятся тоже очень даже ничего. Но черная обувь, когда это кожзам из категории подешевле, вот как-то не настолько выигрышно смотрится, как, например, светлая обувь. Вы со мной согласны? Мне почему-то так кажется. Поэтому вот нашла бы себе именно точно такие же, но в коже. Мне понравилось то, что здесь резинка. Они очень удобно обуваются и снимаются. Такие они слишком высокие. То, что надо. Одним словом, нужно отправиться на поиски. Платье очень классное. Тоже могу вам советовать. А цвет запал мне в душу. И материал то, что надо. Ничего не просвечивается. Достаточно тянется. И я не вижу, чтобы швы были неровными. Все окей. Так, девчонки. Вот такие тельняшки. Очень редко встречаются в сочетании бежевого с белым. И ткань тоже классная. Она не тоненькая. Я бы советовала брать на как минимум один размер больше. Потому что они такие не слишком оверсайз. Я их уже мерила раньше. И есть тоже черно-белый вариант. Из такой же ткани, как я мерила платье, есть жилетки. Но они мне как-то совсем не нравятся. Ни туда и ни сюда. Они не оверсайз. Было бы здорово, если бы они были объемными, наверное. Но тоже скроено как-то не так. Есть еще вот такой комплект, который часто выскакивает в рекомендациях. И юбка. Не знаю, меня не особо привлекает. А вот жилетка может необычно смотреться или с кожаными брюками, или же с брюками в стиле палаццо. Вот платье, которое я мерила. Карамельный и очень красивый мятный. Вот это реально смело. Стеганый бомбер. Кожа не слишком блестящая. Но стеганые шорты утепленные. Теперь, наверное, я видела все. Мы с вами продолжаем. Сочетание пудрово-розового с черным. Чтобы не было так зефирно-конфетное, взяла. Типа как под кожу брючки. Это одни джекгинсы, а вторые именно в виде брюк. Взяла себе в 34 размере и XS. Сейчас глянем, сколько они стоят. Ну, не так много. Терпимо, да? Есть все размеры. Спереди стрелка такая простроченная. И разрез. Это должно хорошо вытягивать ногу. А вторые сделаны как джекгинсы. Вот они хорошо тянутся. Во всяком случае, я на это рассчитываю. Нет никакой застежки. Просто сверху резинка. И разрез сбоку. Вот это реально уже закос от And Other Stories. И они такие же тяжелые. Дубовые. Но для образа давайте обою. Где с топом и с кардиганом. Мне очень нравится. Это точно такая же пряжа. 5% шерсти всего лишь. Это вам не Эйм Кло. Но что поделать. Что есть, что есть. А вот с брюками что-то пошло не так. Они должны были улинять. Но, наверное, если не с кардиганом, а с чем-то, вы знаете, когда видна завышенная талия, тогда окей. Ну а так, смотрите, мои ноги в два раза короче. Я бы искала обычные черные джинсы или черные леггинсы кожаные. Из кожзама, понятное дело. У кого, кстати, такие брюки из натуральной кожи? Оно того стоит или все равно холодно зимой? Поэтому я бы заштопала вот эти все разрезы. Померяю сейчас еще вторые. Ну а так, цвет кардигана, конечно, симпатичный. Совсем не зимний. Я с вами тоже соглашусь. Но что есть, то есть. Моду придумываю не я. Меряем то, что есть, и то, что на нас отшили. Топ здесь короткий. То есть, понятное дело, он там ничего не греет. Но все равно, что-то там из шерсти есть. Не колющий материал. И посмотрите, это не чисто розовый цвет, а как меланжевый. То есть, здесь есть и фукси немножко, и оранжевого цвета. И два оттенка розового. Интересно. Та-дам! Почему желтый костюм? Ну, потому что у нас же с вами не траура. Всего-то осень и зима наступила. И вообще, эти костюмы есть во всевозможных расцветках. Я подумала, что кто-то должен померять желтый. Пусть это буду я. Тем более, что он очень круто выглядит с бежевым. Да. Мания на бежевый у меня продолжается. И я вот так вот уже пробежалась по магазинам. На самом деле, вы этого не увидите из-за монтажа. Но я вернулась в резерв и специально показываю вам вот эту удлиненную куртку. Не могу это назвать пальто, потому что, смотрите, здесь даже нет подкладки. Но зато у него хоть справедливая цена. Да, остальные с подкладкой, но они короткие какие-то, подстреленные или очень-очень дорогие, если они длинные. Здесь также есть капюшон. Вот там он запрятанный просто в спортивном костюме. Вот. И в целом, если хочется помодничать, то почему бы и да. А вот так, чтобы специально покупать себе такую куртку, что это что-то, что действительно пригодится вам в холодное время года. Сомнительно. Я говорю вам честно, так как оно и есть, но мне очень нравится этот наряд. Это тоже правда. Вот эти ботиночки вам ничего не напоминают? Нет? Нигде мы такого не видели? Ну, ну-ка, хорошо. Давайте подумаем. Страдивариусы были. Похожие есть в этом году. Это практически такая же модель. Если не точь-в-точь, только эти легче гораздо, чем страде. И они также с замком. Можно зашнуровать под себя и пользоваться только замочком. У меня штаны в размере S, поэтому они длинноваты. Вот такая высота. Они удобные. Ничего не могу сказать. Менее жесткие, чем в других магазинах. Страдивариусы тоже терпимо. Все окей. Но вот эти, если вы не хотите покупать кожаные и сильно тратиться, то я за. И цена у них тоже. По сравнению с другими, вполне себе. Резорт. Если что, давайте как-то дружить уже, что ли. Нет, я не сотрудничаю с этим брендом. Не подумайте. Даже по баркеру мне ничего не достается. Но я знаю, что вы любите этот магазин так же, как я. Ловите артикул куртки. Как видите, я мерила S. Толстовка в размере XS. Я ее подвернула, потому что она довольно длинная. Материал плотненький. Я уверена, что мне в нем не было бы холодно. Штаны буду искать поменьше. Потому что они большие. Вообще должны быть объемными. Но S слишком по длине тоже. А цвет такой желточек. Я шучу. В жизни это как приятное, такое ласковое. Осеннее солнце. Номер артикула и цена позитивного худи. И спортивные брюки по нормальной цене. Как раз можете посмотреть, что есть легкий начес. Так как я хорошо визуализирую, я могу себе представить, как это платье. И кардиган будут выглядеть в разглаженном виде. Сейчас не особо понятно. Очень модно носить трикотаж комплектами. Здесь приятный цвет. Я бы даже дома так ходила. Надевала бы бижутерию. Потому что с ней гораздо красивее. Я на полном серьезе. Я бы дома так ходила. Длинный кардиган. Если высокая девочка, то на заметку. Ткань не тонкая. Конечно же здесь нет шерсти. Но это приятно к телу. И со светлой обувью. Только вот такую грубую я бы сменила на что-то более женственное. Пусть на небольшом устойчивом каблуке. Или на плоской подошве. Но сейчас есть очень много вариантов. Даже у меня есть сапоги, которые могли бы сюда хорошо вписаться. Но с грубыми смотрите. Я своя высокая девочка, наверное, да. Вот так. Вот серьезно вам говорю. Если разгладить и привести в порядок, то было бы очень стильно. Будьте осторожны, потому что кардиган XS. Но вы видели, насколько он объемный и длинный. Охочусь за этими ботинками в Mango. Я как любительница светлой обуви не смогла пройти мимо. Примеряла 37 размер. Они очень комфортные, кожаные. И удобно тоже обуваются, потому что здесь сверху резинка. Вижу, что только 36 остался. Спрошу, может где-то на складе есть. Они супер кайфовые. Ура! Ботинки мне нашли. Я даже не знала, что они есть еще и в черном цвете, но с бежевой подушкой. Как видите. Если для вас это не слишком контрастно, то почему нет? В нашем Mango даже нечего померять для влога. Просто ради интереса что-то рассмотреть. Но зато я нашла то, что я искала. Во-первых, это ботинки. Во-вторых, самые обычные кожаные леггинсы. На мне размер XS и они по длине хорошо тоже. И посадка у них завышенная. Поэтому ухожу с уловом для себя. Но ничего не составила. Простите. Зашла в Зару и понимаю, что у нее уже настолько примелькались эти куртки, что я уже даже не знаю. Но я заказала себе Mango еще другую. Посмотрим. Вот удлиненные варианты. Бежевые и хаки. Здесь же укороченная куртка с капюшоном. И немного другая черная. Чем-то похожа на ту, которую я видела в Страдивариусе. У меня такое впечатление, что нам еще не привезли осенне-зимнюю коллекцию полностью. Поэтому, может, потом поснимаю еще один шоппинг-блог. Нашла мягкое платье в очень красивом зеленом цвете. Причем в жизни он еще более позитивный. Я скажу вам по секрету, что я на распродаже купила себе что-то, что буду носить осенью и зимой. Обязательно будет видео. Ну а сейчас для образа нашла ботинки. Опять же, во многих магазинах все настолько повторяется, что ты уже пытаешься найти что-то другое. Но то же самое, то же самое. Опять у нас ботинки с носком сверху. Это не очень хорошо, потому что мы будем мерзнуть зимой, если у вас минус 20. У нас редко бывает такая погода. Но я все равно стараюсь как-то утепляться. И для меня это именно осенний вариант. Здорово то, что они все-таки повыше. И с платьями, с юбками будут смотреться более выигрышно, чем совсем короткие. Ну, более универсальные. Если высокая девушка, у вас такой проблемы нет. Еще взяла померить вот такую жилетку. Много трикотажных, но я бы не брала в масс-маркете. Если уж хотите, то лучше заказать, например, у Эмглода. У меня есть одна, я супер довольна. Не покупаю ничего другого. Поехали. Платье мягчайшее, оно не будет слишком оттягивать фигуру. То есть, не будет подчеркивать недостатки или создавать видимость того, что они есть. Цвет супер приятный. Мне нравится именно такой жизнерадостный зеленый. В сочетании с черным балдеж. Но вопрос в том, как носить такую жилетку осенью и зимой. Сейчас станет холодно, разве что под пуховик. Я не вижу других вариантов или ждать весны. Но сейчас покупать лучше, дождаться скидок. Ботинки по размеру мне подошли. У меня 37-й, но они жестковаты. Если даже я это ощущаю. Я обычно нормально ношу обувь из Зары. Просто обязательно нужно мерять. Мне нравится образ в целом. Ходила ли бы я так каждый день? Наверное, больше с курткой. Сейчас куртку тоже померяю. Жилетку я брала в размере S для того, чтобы она была более свободной. Раз уж на это пошло, то я скорее уже... Раз уж на... Раз на это пошло, то скорее всего я ходила бы не в жилетке, а в самые обычные куртки. Эту нашла в Заре. Но на самом деле, похоже, в курток есть миллион. Например, в Биржке. Боже, сколько она стоит, я в шоке. Или в Pull&B. Нет. Ищем куртки там. Потому что это такой молодежный вариант. Это не пух. Я не понимаю, что вообще берут такую цену. Я в шоке. Сейчас смотрю и понимаю, что правильно я сделала. Тогда, когда купила себе платье такого сочного цвета. Так что я ухожу без него. Но если вы ищете что-то зеленое, вот в жизни он правда красивее, то можете обратить внимание, почему бы себя не порадовать и окружающих. Из платья с записью мне хочется вылезать. Скажу вам честно. Сейчас во многих коллекциях можно встретить ткани под вид. Какие-то модели в стиле Шанель. Жакетов еще и с укороченным рукавом. Не совсем это понимаю, но выбрала то, что мне интересно было померять. То есть в резерке мы с вами рассматривали. Есть еще вот такой комплектик. Это сарафан синий и жакет. Но я как-то всегда отталкиваюсь от того, что я носила бы. Вот эти костюмы, например, я не носила бы. Не по той причине, что они плохие. Для меня просто-напросто это на несколько раз. Лоферы снова есть. Но мне кажется, так быстро становится холодно, что лоферы не очень-то и актуальны. Такая интересная штучка. Это не жакет. Это типа как жилетка. Видите, она здесь сбоку завязывается. Но ценаж на нее снова, сколько это где-то? 50 долларов, наверное. Я почему-то так и не ожидала. Повысили цены даже в нашей заре. На некоторые артикулы совсем как-то неадекватно. С Традивариусе грусть печаль, но зато я нашла интересную куртку. Сейчас все стеганы супермодны. Поэтому будем мерять. Вот она еще и затягивается внизу. Также взяла костюмчик в цвете хаки. И попытаюсь скомбинировать его с жилеткой. Она из Кользама. У меня с прошлого года есть куртка. Ну вот как этот жилет, только с рукавом. Сейчас они тоже появились и в новой коллекции, в разных расцветках. И в ярком таком алом. Я взяла размер S. Посмотрю, как он сядет на меня, этот жилет. Но куртка я довольна. Она еще и теплая. Из обуви у нас белые кроссовки, но только для образа. Такие модели лучше искать у бренда Rebolg или Adidas. Они будут лучше носиться, и вашей ноге будет однозначно комфортнее. Помните вот эту модель ботинок из Stradivarius? Они в прошлом году были в нескольких цветах. И снова повторили. Вот это новый цвет. Красивые, конечно, слов нет. Но они очень тяжелые. Что вам сказать? Мне не нравится, как это все сидит на мне. Но задумка остается на потом. Я когда-то обязательно реализую. Во-первых, жилет не велик. У меня размер S. Но мне нужно поменять на XS. Его, к сожалению, сейчас нет в наличии. По качеству он классный. Если вы любите носить такие вещи, если вас не смущает то, что нет рукава, что вы передвигаетесь много на машине, то даже поверх толстовки можно надевать. Так, чтобы просто нигде ничего не поддувало. Он не укороченный, но все равно он на меня слишком велик. Также велика кофточка. Она у меня в размере M, но она из тонкого материала. И вообще какая-то такая висит. Не знаю я. Дрюки оказались не дрюками, а кулотами. Сидят на мне свободно. Так и задумывалась. И с ботинками могло бы выглядеть очень интересно. Но здесь тонкая ткань. Если у вас уже прохладно, то не вариант. Потому что все это будет продуваться только для дома. Или уже на весну оставить такую затею. Ближе искать ткань поплотнее что-то. Эти ботинки здорово выглядят. Еще и со спортивными костюмами. Мне казалось, что я вообще не смогу никак в них передвигаться. Но в целом я не ощущаю вес. Можно качать ноги ходить. И у меня 37 размер. Даже ноге свободно. Поэтому если у вас 37,5, то не берите 38. Они довольно большие. Мне кажется, такая куртка будет хорошо смотреться только на девочках-подростках. Которые, знаете, надевают все покороче, чтобы на талии где-то тут заканчивалось. Когда тебе уже 30 плюс или младше, но ты умнее, что ты понимаешь в этой жизни, то ты начинаешь прикрывать поясницу. Все, что сзади, особенно зимой, когда становится холодно. Потому что бережешь свое здоровье. Здесь же, видите, какая длина. Ну, то есть, можно еще отпустить. Но все равно надеяться на то, что эта куртка защитит от холода, я бы не стала. Хотя цвет красивый. Вот эта кофточка, которая под курткой с замком, они есть в нескольких расцветках. Не хочу вам ее показывать, она не стоит внимания. Она хоть мягкая, но она быстро скатается. Джинсы. Джинсы у меня в 34 размере. Но они не из плотного джинса, как оказалось. И мне кажется, что они меня полнят. Поэтому нет. Есть гораздо более удачные модели в той же Бершке, в Пулэндбэ. Иногда бывают в Страдивариусе. Но это за счет того, что тонкая ткань, и они слишком оттягивают, что-то не то. На этом с меня хватит. Я не чувствую ног, и сейчас еду домой. Так, что мне понравилось? Пожалуй, больше всего мне понравилось то, что продержался тональный крем. Так как он не заявлен как суперстойкий. И я обязательно сниму более подробное видео. Ну как, не об одном тональном креме, а будет какая-то подборка осенью с бюджетными находками. Я сегодня 150 тысяч раз переоделась. Я постоянно ходила в маски, потому что они у нас все еще обязательны в магазинах, в помещениях. Так что на носу он чуть-чуть, конечно, подстерся, но это нормально, потому что механическое воздействие маски никто не отменял. Ну а в целом мне нравится. Ну а если серьезно, что касается шоппинг-влога. Дело в том, что у нас многие говорят о уже какой-то там четвертой волне, наверное, и все очень сильно боятся того, что будет локдаун. Поэтому это, знаете, мои предположения. Мне так кажется, что многое не привозят в стационарные магазины именно по этой причине. И говорят, что если случится локдаун, то где-то в октябре, возможно, в ноябре. Что касается ассортимента в тех магазинах, в которых я сегодня побывала, то, конечно, все самое интересное было в резерв. Там какая-то такая, вы знаете, коллекция и с базовыми вещами, и есть что-то интересное. Для тех, кто еще не в курсе, такие видео снимаются по большей части не для того, чтобы пошопиться, а чтобы показать вам, что интересного есть, чтобы можно было более-менее понять, как это выглядит в жизни. Если я что-то приобретаю, я потом показываю это в своих нарядах. И я повторю, что я никогда не одеваюсь в одном магазине, поэтому иногда ты смотришь на наряд полностью из одного магазина, и с обувью, и с аксессуарами, и верх, и низ, и верхняя одежда, и думаешь, ой, нет. А на самом деле, когда я покупаю одну, ну максимум две вещи, потом приезжаю домой, сочетаю с тем, что у меня есть, и потом получается эффект вау. Так это работает. Я, конечно же, не скупила все из сегодняшнего влога, я этого и не планировала делать, но некоторые вещи мне действительно приглянулись, что-то хотелось обновить, и, конечно же, в первую очередь, я делаю такие видео для вашего вдохновения, или для того, чтобы уберечь вас от ненужных, некачественных покупок. В Заре мне практически ничего не понравилось, или было то, что у меня уже есть, и не хочется постоянно одно и то же показывать. Заходила я в Массимо Дотти, цены настолько кусючие, и было всего несколько вещей, которые хотелось примерить на себя. Возможно, в следующий раз мне нужно возвращаться домой к детям, поэтому весь торговый центр я не смогла отбежать. Оставила что-то еще на следующий раз. Мне гораздо больше понравились какие-то вещи в онлайн-магазине Манго. Я там сделала два заказа, и думала даже, что я попримеряю что-то, там уже заранее покажу вам в шоппинг-влоге, но этого не случилось, потому что этих вещей просто-напросто нет. Что касается Страдивариуса, то нет вообще ничего вот прям такого. Не то, чтобы не запало в душу, а не понравилось по качеству, как это сидит. Вот как-то у них бывают классные вещи. Вы знаете, что я приобретаю их в разных магазинах, но в этот раз, к сожалению, все мимо. Ну, может быть, эти ботинки, но я их не стала покупать. Просто-напросто у меня есть другие, и я ходила за светлыми из Манго. Я их приобрела онлайн, они у нас постоянно распроданы, так что я отхватила свою пару. Не забывайте поставить пальчик вверх. Я стараюсь всегда для вас. Мне будет приятно получить вашу обратную связь и поддержку. Если сегодня было все не очень удачно, значит, будет гораздо лучше в следующей.